всем привет вы на канале политический новостник приятного просмотра экс-глава чувашей игнатьев подал в суд из-за указа путина об отставке перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал будем очень благодарны ну а мы к теме выпуска экс-глава чувашской республики михаил игнатьев подал в верховный суд россии административный иск об оспаривании указа президента о досрочном прекращении его полномочий на посту согласно базе данных суда иск поступил 20 мая рассмотрение назначено на 30 июня в 10 часов ровно ранее в соцсетях и сми распространилась видео на котором игнатьев занимавший тогда пост главы чувашии подшутил над сотрудником мчс он вынудил спасателя подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин в региональном мчс назвали эпизод дружеской шуткой однако глава мчс россии евгений зиничев счел поведение игнатьева недопустимым нормативно правовые акты президента постоянно оспаривают но вот указы об отстранении в связи с доверия такого не было последние лет 20 точно обычно не выходят с такими исками потому что понимают что может стать хуже рассказал адвокат руслан коблев он полагает что в иске представителей игнатьева скорее всего ссылаются на размытость категории утрата доверия это такой термин который сложно пощупать иногда в указах президент ссылается на конкретные обстоятельства если это коррупционный случай и человек совершил уголовное преступление или не указал что-то в декларации но обычно обходится без этого пояснил коблев комментируя перспективы иска коблев отметил что верховный суд вероятно разъяснит что это право президента не доверять но дальнейшие последствия могут быть какими угодно подачу такого иска могут использовать как повод поискать что он совершил в уголовно-правовой сфере опасается адвокат по словам эксперта по региональной политики виталия иванова в современной истории россии было всего два прецедента когда экс-губернаторы снятые с должности судились с президентом из-за своего увольнения оба случая были в 1990-х годах тогда с борисом ельциным судились уволенные им главы администрации брянской и липецкой областей юрий лоткин и геннадий купцов напоминает он после того как президентом стал владимир путин подобных прецедентов не было отмечает он до сих пор бывшие губернаторы не отваживались судиться с царем видимо игнать его совсем нечего терять заключает эксперт указ об отрешении игнатьева от должности главы чувашской республики президент подписал 29 января в указе говорилось что игнатьев снимается с должности в связи с утратой доверия президента российской федерации временно исполняющим обязанности главы республики был назначен олег николаев он руководит регионом до сих пор отставки игнать его предшествовали два скандала 18 января во время выступления он заявил что отдельные журналисты или блогеры которые приходят с разных регионов хорошо здесь устраиваются и зарабатывают на разных схемах поэтому нужно четко обозначить надо их мочить как в народе говорят сказал тогда игнатьев позже он заявил что смысл его слов исказили и извинился 23 января игнатьев вручая пожарным ключи от новых машин высоко поднял руку и по сообщениям местных сми заставил офицера мчс прыгать за ними в единой россии посчитали что своими действиями игнатьев унизил честь и достоинство офицера после инцидента с ключами игнатьева исключили из единой россии однако источники утверждали что положение игнатьева было шатким еще до скандалов из-за низких рейтингов политолог ростислав туровский тогда пояснял что подготовка бывшего главы республики не соответствовала уровню руководителя региона при том что ситуация в чувашии застойная эксперт отмечал что в случае с игнатьевым низкий авторитет и отсутствие достижений региональных властей бросают тени на федеральную власть по состоянию на лето 2019 года чувашия входила в десятку наиболее экономически слабых регионов в кремле узнали из сми обыски бывшего главы чувашии михаила игнатьева пытающегося оспорить свое увольнение заявил журналистом пресс-секретарь президента дмитрий песков пока я вам не могу сказать пока никаких решений на этот счет не принималось мы действительно видели сообщение пока это не наш вопрос я его никак не комментирую пока суд выполняет те действия которые считает нужным сказал он добавив что ему ничего не известно о том чтобы в канцелярии президента получали какие-то документы по словам пескова для кремля этот вопрос не является главным и еще раз повторяю мы это никак не комментируем сказал пресс-секретарь уточнив что насколько ему известно сам игнатьев ни с кем не связывался для прояснения ситуации на этом все спасибо за просмотр ставьте лайк подпишитесь на канал чтоб всегда быть в курсе свежих и интересных новостей до встречи